Язык — это многоуровневая система. Единицы языка не одинаковы по своему строению. Самая простая — фонема, минимальная значимая единица — морфема, корень, суффикс, приставка, окончание. Относительно самостоятельная единица — слово. Далее следует словосочетание. И наиболее сложная и самостоятельная единица языка — предложение и текст. Все это изучают разные науки о языке — фонетика, морфемика, лексика, морфология, синтаксис. Фонетика — раздел науки о языке, который изучает звуки речи. В русском языке — 6 гласных и 36 согласных звуков. Гласные звуки — А, О, У, И, И, Э. Гласные могут быть ударными и безударными. Например, вода. Согласные звуки могут быть звонкими и глухими, могут образовывать пары звонких и глухих звуков. Не образует пар звонкие, не образует пар глухие. Согласные могут быть парными по твердости и мягкости. Морфемика — раздел науки о языке, в котором изучается состав слова. Морфема — это наименьшая значимая часть слова. Русский язык богат морфемами. Это приставки, суффиксы, корни, окончания. Окончание — значимая часть слова, которая образует формы слова, а также служит для связи слов в предложении и словосочетании. Например, в слове «школа» окончание — А, в слове «ученики» окончание — И. Корень — главная значимая часть слова, в которой заключено общее лексическое значение всех однокоренных слов. Например, в словах «дружный», «дружить», «корень — друж». Суффикс — значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов. Например, «стол», «столик». Приставка — значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. Например, «грязный», «негрязный». Основа — это часть слова без окончания. Вспомним орфограммы в разных морфемах. Начнем, конечно, с корня. Все безударные гласные в корне делятся на проверяемое ударением, непроверяемое ударением и чередующиеся. Слова с непроверяемыми гласными в корне — это словарные слова. Например, ароматный, громадный, баскетбол. Их нужно запомнить, а в случае затруднения — обращаться к словарю. Проверяемое гласное в корне в безударном положении уточняется ударением. Чародей — чары, хаотичный — хаос. Корни с чередованием гласных нужно знать наизусть. Это корни бер-бир, дер-дир, мер-мир, пер-пир, жек-жик, чет-чит, блест-блист. В корнях с чередованием е-и пишется буква и, если после корня идет суффикс а. В остальных случаях пишется буква е. Слова-исключение — сочетать, сочетание, чета. В корнях лак-ложь пишется в корне буква а, если после корня стоит суффикс а. Полагать — положить. В корнях раст-ращ-рос выбор буквы в корне зависит от конечного согласного корня. Перед ст-и-щ пишется буква а. Перед с пишется буква о. Расти — вырос — выращенный. Исключение — росток, отрасль, ростов, ростислав, ростовщик. Перед буквами я, ю, е, ё пишется твердый знак после приставок, оканчивающихся на согласную. Подъем — въезд, а также в сложных словах — двухъярусный, четырехъязычный. В остальных случаях, когда требуется разделительный знак, пишется мягкий знак, вьюга — пью. Про описание безударных падежных окончаний существительных можно проверить ударными гласными в окончаниях тех же падежей. Окончание е пишется. Первое. У существительных первого склонения в дательном и предложном падежах. Родине. Как земле. Второе. У существительных второго склонения в предложном падеже. Олесе, как о коне. Окончание и пишется. Первое. У существительных первого склонения в родительном падеже. Дяди, как земли. Второе. У существительных третьего склонения. Ткани, матери, как степи. Третье. У существительных на «и-я», «и-е», «и» в родительном, дательном и предложном падежах, у акации заканчивается на «и-я». Чтобы правильно написать окончание прилагательного, нужно найти в предложении существительное, от которого оно зависит, и от этого существительного задать к прилагательному вопрос. «Зима какая?», «Снежная?». Окончание прилагательного будет таким же, как и окончание вопросительного слова. Окончание глаголов зависит от споряжения. Глаголы первого споряжения имеют личное окончание «у-ю», «еш-ёш», «ед-йод», «ем-ем», «ете-йоти», «ут-ют». Например, «думает», «зеленеют». Глаголы второго споряжения имеют окончание «у-ю», «иш-ит», «им-ите», «ат-ят», «например, «красит», «пилят». Все части речи изучает морфология. Имя существительное — часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопрос «кто» или «что» — «летит», «что», «шар». Имя прилагательное — часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает в вопросы «какой?», «чей?», «шар?», «какой?», «воздушный?». Глагол — часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?». Шар «что делает?» летит. Синтаксис изучает словосочетания и предложения. При помощи предложений мы выражаем свои чувства и мысли. Все предложения по количеству грамматических основ делятся на простые и сложные. Простое имеет одну грамматическую основу. Например, «осень наступила». Сложное состоит из двух или нескольких простых предложений. Например, «осень наступила, высохли цветы, налетели тучи и пошел дождь». Простые предложения в составе сложного на письме разделяются запятой. Лексика — наука о языке, которая изучает словарный состав языка. Чем больше слов знает человек, тем богаче его речь, тем точнее он может выразить свои мысли. Для этого можно использовать также близкие по значению слова-синонимы «луна», «месяц». Слова с противоположным значением антонимы «красивый», «безобразный». Устойчивые словосочетания фразеологизма «спустя рукава», а также различные пословицы «без труда не вынешь и рыбку из пруда», и поговорки «бабушка надвое сказала». Субтитры создавал DimaTorzok